Всем привет! Сегодня у нас очень необычная героиня и она столкнулась с ситуацией, которую не может до сих пор пережить. Леночка, проходите к нам. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за такая ситуация с вами произошла. Я долгое время находилась в поиске достойного мужчины, не могла построить отношения. И два года назад я встретила мужчину мечты. Каждое мое утро начиналось с того, что он мне прислал сообщение доброе утро. Я засыпалась со спокойной ночи. Он очень красиво ухаживал. Он меня задаривал подарками. На работе все девочки завидовали, потому что практически каждую неделю у меня были доставки цветов разных. Готовились к свадьбе. Он очень хотел дочку. Он купил квартиру для нас. Мы сделали там ремонт. Перепланировка в квартире была сделана именно так, как я хотела. Даже ручки дверей были выбраны те, которые я хотела. Уютно мне хотелось, да, я собирала наше такое гнездышко. Но сказка, к сожалению, закончилась. В одно утро я проснулась, взяла в руки телефон и получила сообщение с незнакомого номера, где скрин наших переписок и комментарий ко всем этим фотографиям. Вы можете мне объяснить, почему вы переписываетесь с моим мужем? Я начала звонить по этому номеру телефона. Женский голос мне сказал, что мы вообще с Сергеем уже 9 лет живем вместе, и он мне недавно сделал предложение. Они, в принципе, готовились к свадьбе. Эта квартира, оказывается, не наша, а их. Ее? Ее? Юридически, то есть? Нет, юридически она все-таки на него была оформлена. Я поражаюсь твоим успокойством. Мне кажется, здесь будет любая другая рыдала. То есть ты получилась таким, Лен, привидением в их доме, да? Я правильно понимаю? Теперь они живут долго и счастливо с своей семьей. Как выяснилось, я в телефоне была записана, как Вован-строитель. 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 Ты была записана, как Вован-строитель? Ну ты в каком-то смысле же сделала дизайн квартиры. Я считала, что я записана у него зая, и приезжая ко мне на свидание, он начинает показывать, что видишь, что у меня зая записана. А сколько вы встречались? Полтора года. Не было каких-то знаков? Ну, может быть, когда мы только начали наши отношения, он первый Новый год со мной не отмечал, он сказал, что он хочет его провести с ребенком. А он в этот момент где жил? Он мне говорил, что он живет в родителе. С родителем он тебя за полтора года ни разу не познакомил. Когда я как-то поднимала этот вопрос, он мне говорил о том, что я познакомила тебя с самым главным человеком в своей жизни, со своим сыном. А вот эта женщина, мать этого сына? Нет, это от первого брака. А вы фотографировались вместе? Ты выставляла эти фотографии? Нет, в соцсетях я нигде не выставляла. Он не разрешал? Если честно, это я старалась как-то скрыть свою вот жизнь. Я видела его страницы в социальных сетях, но я не стала его добавлять и самой стучаться как-то к нему в социальные сети. Я думаю, что полтора года прожить с человеком и всерьез им не интересоваться. То есть такое впечатление, что не очень-то хотелось. Роль любовницы тебе подходит, как ты думаешь? Нет. Это очень неприятно. Я как раз этого не хотела. Я хотела быть любимой женщиной. Скажи, пожалуйста, чем мы можем тебе помочь? Мне хотелось бы доверять мужчинам. И я очень хочу быть счастливой мамой, женой. На самом деле, вот этот человек мне показал, что я очень готова к семейным отношениям, что я очень хочу быть именно замужем. А у тебя остались чувства к нему? Нет. Ребят, давайте о хорошем, да, подбодрим Леночку все-таки. Очень красивая, правда, высокая, худая. Будет новая страница в жизни, просто будет новый имидж. С чем мы тебя и поздравляем. Добро пожаловать на нашу программу, все будет хорошо. Команда проекта берется за дело. Смогут ли наши эксперты перезагрузить Лену, чтобы она вновь смогла доверять мужчинам? Елена Абдалова полтора года встречалась с мужчиной, который, по ее мнению, гордо мог носить звание мужчина мечты. Он очень красиво ухаживал, готовились к свадьбе, он купил квартиру для нас. Но неожиданно открылось, что все время мужчина обманывал. На самом деле, у него была другая, с которой они планировали свадьбу. Забавно, что приезжая на свидание к Лене, мужчина мечты переименовывал ее в телефоне в зайку, а возвращаясь домой, вова настроителя. Лена надеется, что команда перезагрузки поможет поднять упавшую после предательства самооценку и начать вновь верить мужчинам. Я очень хочу быть счастливой мамой, женой. Перезагрузка Лены начинается с посещения косметолога. Лена красивая, и кажется, она уже что-то делала со своим лицом. Особенно со скулами. Многие, конечно, думают, что скулы сделаны. Нет, скулы у меня от природы такие вот замечательные. Вообще, Лена редко ходит к косметологам, потому что боится попасть к непрофессионалам. Все-таки нужен проверенный специалист. Но на перезагрузке можно не волноваться и исправить все, что не нравится в себе. Татьяна, появилась носогубная складка последние прям полгода, она очень стала ярко выражена. Я просто думаю, может быть, как-то, не знаю, массажа поделать, что-то можно сделать, как-то ее так убрать. В твоем возрасте, тебе сейчас 34, конечно, необходимо корректировать область носогубных складок хотя бы по минимуму. Для того, чтобы профилактировать вот это глубокое западение и эффект светотени, который сейчас есть. Я буду делать тебе процедуру конюлей. Вот таким образом она выглядит. Конюля, наверное, выглядит более страшно, более устрашающе по сравнению с иглой, но этого не стоит бояться, потому что у конюля кончик, он тупой по сравнению с иглой, и мы не травмируем сосуды или нервы при введении препарата. Смотри. Их действительно нет, они ушли. У носогубка, конечно, эффект был сразу же заметен, это очень приятно. Также мы для Лены провели коррекцию статических морщин области лба и межбровья нейропротеином. После процедур пытаешься нахмуриться или, наоборот, удивиться. Ты не видишь морщин на лбу, не видишь межбровную морщинку. И у Лены есть единичные высыпания, над которыми мы поработали с помощью плазмотерапии. Смотришь на себя в зеркало, прям действительно лицо выглядит моложе. Мне очень нравится эффект. Теперь после процедур от Татьяны я такая свежая, обновлённая, иду к Олегу Конникову за красивой улыбкой. Олег Викторович, глядя на эту фотографию, хочется плакать. Молодая, красивая девушка, а у меня такая печальная картина во рту. Ну, на самом деле, плакать-то не стоит, не так всё печально. И вы действительно молодая, красивая девушка. И, честно говоря, я на вас смотрю и даже не понимаю, откуда здесь мог взяться Вован-строитель. Как это вообще возможно? Единственное, что я вижу, то, что у вас отсутствует вот здесь зуб. Он вылетел вместе с пломбой. Это результат советской медицины. Нужно посмотреть, что там со местом для того, чтобы поставить имплантант. На протяжении проекта Лена будет часто посещать стоматолога. Результат оценим в финале. А теперь пришло время поработать с главным неумением Лены – разбираться в мужчинах. Психолог проекта Виктор Пономаренко придумал для Лены необычный эксперимент. Здравствуйте. Лена, здравствуй. Я вообще не знала, что это будет за эксперимент. Я почему-то думала, что этот эксперимент будет связан с доверием. Дорогие друзья, проходите. Пожалуйста, становитесь в ряд. Смешанные чувства, когда ты видишь перед собой восемь незнакомых мужчин. Неожиданность, смущение. Я думала, что, может быть, учиться флиртовать нужно будет. Мы проверим, насколько ты хорошо разбираешься в мужчинах. Ты должна найти среди этих мужчин человека, который не женат. Она очень правильно начала делать, смотреть прямо на самые явные знаки. Следы от кольца. Тут, по-моему, было кольцо и есть след от загара. Мне было само интересно, кто из них женат, кто не женат. Молодой человек волнуется. Мне кажется, женатые люди, они чувствуют себя чуть поспокойнее. Вас дома кто-то ждет? Ну, как вам сказать, всегда кого-то кто-то дома ждет. Да, конечно, его могут ждать дома. Вопрос, кто? Это может быть, там, любимая девушка, жена или собака, с которой пора выйти на улицу. Вопрос ко всем мужчинам. Есть ли у вас дети? Это некорректный вопрос. Я репетировал. Я понимаю, что вы относительно молоды, но и, кстати, вы тоже можете быть в браке или, как минимум, в отношениях. Абсолютно, как и любой другой из нас. Исходя из его ответов, я понимала, что у него непростой характер, но при этом я понимала, что он женат. Для вас важно наличие женской руки дома? Смотря что вы имеете в виду под словом «женская рука». Уют, порядок? Да, было бы неплохо. Иногда не хочется убираться. Кто готовит вас дома? Я. А убирается дома кто? Иногда я. А иногда? А иногда она ущица. Вы хорошо зарабатываете? Неплохо зарабатываю. Как отличить женатого мужчину от неженатого? Все разные. Есть те мужчины, которые были действительно, допустим, в моем вкусе. Почему-то, мне кажется, молодой человек под номером пять свободен. Вы в отношениях? К сожалению, это роковая ошибка, можно сказать. Я увидел растерянный взгляд. А что не получилось, ты можешь сказать? Наверное, молодой человек переключил на себя свое внимание и как-то мне показалось, что он… Флиртует. Да. Я специально флиртовал. Мне было интересно поиграть. То есть достаточно мужчине флиртовать с тобой, чтобы ты подумала, что он свободен и ищет твоего внимания. Вообще, сам эксперимент для меня был некой такой рулеткой. Мне хотелось свою интуицию проверить. Номер шесть. Ты считаешь, что он не в отношениях. Я правильно понимаю? Я думаю, что да. Такой скромный, такой тихий, такой застенчивый. Неожиданно. Прокол. Согласна. Идем дальше. Первая ошибка как-то ее выбила из себя, и потом она уже вот все понаклонно как-то у нее… Было видно уже по глазам, что она сдалась. Мне, допустим, симпатичен молодой человек номер один, молодой человек номер три и молодой человек номер восемь. Я думаю, что хотя бы кто-то из троих окажется не женат. Ничего, что я трижды женатый, для тебя я всегда холостой. Елена, можно я вас спрошу, а кто по знаку зодиака? Я рыба. Слушайте, и знак хороший, и маникюр у вас замечательный, у моей жены такой же. Ты посмотри, какой замечательный результат. Он, ну, «замечательный» в кавычках. Ну да, я… Стопроцентное попадание в ложную мишень. Если я позвоню вам в два часа ночи, попрошу приехать, помочь мне поменять колесо. Кто из вас сможет приехать? В любом случае, как бы, поддержкой две головы – это лучше, чем одна. Если он в среди ночи готов поехать, ну, скорее всего, он не женат. Из всех, в принципе, вопросов, вот этот оказался более такой, который ей помог. Она привела логическую цепочку. Скорее всего, молодой человек под номером семь не в отношениях. Это был первый раз, когда она не ошиблась. Назови мне холостяка. Молодой человек под номером четыре. Ты отгадала. Я не женат. Давайте поаплодирую ей. Конечно, конечно. Она последняя меня выбрала. Я женат, да? Да. И уже тринадцать лет. Спасибо вам огромное. Жалкая девочка на самом-то деле попала под каток мужчин, которые и импонировали, и симпатизировали. Поначалу мне показалось, что она быстро все угадает. Единственная ее большая проблема – то, что она больше дается сердцу, нежели чем логике. Она очень влюбчивая. Надеюсь, что на 14-й страничке в скором времени у нее появится штамп, и она будет счастливая. Ты оценила возможности молодых людей, исходя из какого-то эмоционального порыва и общего впечатления. Женщины часто идут по этому пути и оказываются у разбитого корыта. Вот если ты ищешь мужчину в своей жизни, друга, мужа, отца твоих будущих детей, не беги ты, пожалуйста, ко всем, ко всем, да, с распростертыми объятиями. Выбирай. В ходе эксперимента, да, я торопилась. И, ну, это, да, моя ошибка. Я поняла, что мне нужно быть более внимательной. Надеемся, ошибки, которые выявил эксперимент, Лена больше не будет совершать в жизни и сможет определить, свободен мужчина или обманывает уже на первом свидании. Кстати, именно для свиданий подобрала новый гардероб стилист проекта Лина Дембикова. Любая история про девушку, которая состояла в таких нечестных отношениях, как Лена, это всегда история про девушку с номером два. Я хочу, чтобы Лена после нашего гардероба была номер один для себя и для всего мира. Вау. Леди инред. Абсолютно точно. Я не знала, что красный может в ней идти. Ты номер один согласилась? Да, я только номер один. Я хочу провести такую работу над ошибками. Мне хочется, чтобы ты посмотрела на наших прекрасных ребят-операторов. Скажи, кто из них холост? Алексей. Дальше. Алексей у нас серьезный такой мужчина, но может быть он не свободен. Ну, Алексей... Нет, он не свободен. Я видела обручальное кольцо на руке. Я все-таки анализирую пространство вокруг. Молодец. Так, дальше. Мне кажется, что из четырех операторов двое свободны, двое... Кто? Давай. Александр. Александр. Алексей. Алексей. Они свободны, на мой взгляд. А это у нас занятый мужчина. Да. Ребят, насколько мы оказались правы, скажите нам. Вы не свободны, да? Видите? Она вроде бы про кольцо все время говорила, а у него и не углядела. Да-да-да. А что тебя, подожди, сбило с толку? Просто, мне кажется, он довольно-таки молодой. А, молодой? Не сильно торопится. Так. Максим, вы как? Жены нет, но девушки есть. Девушки, но тоже заняты. Алексей. Холост. Алексей холост? Есть. Хотя бы одно попадание. Мне кажется, это скорость осуждения ей помешала. Все равно вот эта легкомысленность еще присутствует. Лен, давай бросим финальный взгляд на образ и зафиксируем некое ДНК твоего стиля. Я голосую за лаконичные, дорогие, презентабельные вещи, но с интересными деталями, чтобы людям хотелось тебя рассматривать, узнавать про тебя больше, и они понимали, что ты, ну, как бы, непростая штучка. Это у нас с тобой был образ, в котором невозможно не привлечь внимание, и в котором в незнакомой аудитории ты просто сто процентов заведешь новые знакомства, я так скажу. Ну, про новые знакомства. У тебя есть какие-нибудь сайты знакомств? Ты зарегистрирована там? Да, у меня есть несколько. Я, как и знала, и решил приготовить себе второй образ, который идеально подойдет для первого свидания после сайта знакомств. Посмотрим. В этом можно пойти на свидание? Да. Мне однозначно удобнее, мне комфортнее, соответственно, я не буду нервничать, я буду расслаблена. Самое главное правило – не стараться показать все лучшее сразу. потихоньку, шаг за шагом, заинтриговывать, раскрывать себя. В этом образе никакой открытой зоны у тебя нету, хочется как будто тебя рассмотреть, и весь взгляд падает на твои глаза прекрасно. Да, кстати, я не думаю об этом. Но все-таки, если ваше знакомство уже перерастает во взаимный интерес, и хочется стрельнуть ему в сердечко покрепче, тогда я, конечно же, приготовила для тебя образ. На третье свидание, если вы хотите мужчину, который в первую очередь смотрит на вашу душу и как-то интересуется вами, я голосую всегда за странные, классные, креативные луки. Чтобы, знаете, было такое, а какая она там, вот внешне чудаковатая, а может, она там интересная. Но у каждой девушки свой выбор. Возможно, Лене понравится больше быть сексуальной и женственной. Вау! Мне, кстати, очень нравится этот цвет. Вот именно такой синий, насыщенный, такой электро. Угу. И он не менее эффектный, чем красный. Я тебе предложила два образа. Один с петьми, а другой вот этот вот синий, женственный. Тебе какой ближе для свидания все-таки? Наверное, чтобы произвести эффект вау, я бы выбрала вот этот образ. Дорогие телезрители, давайте выберем, какой образ наиболее удачен для третьего свидания, чтобы заворожить мужчину и создать вечер с продолжением. Это или это? У нас с тобой получился такой позитивный и уверенный гардероб. Мне действительно хочется выходить в свет в этих нарядах и показывать себя людям. Теперь у тебя есть все инструменты для того, чтобы быть номером один. Перезагрузка Лены подходит к финалу. Сейчас с нашей героиней будут работать бьюти-стилисты проекта Евгений Жук и Сердар Камбаров. Лена, здравствуй. Ну, как-то нужно увереннее. Присаживайся. Ты такая вся в синем. Кресло у нас синее. Все прям в тональность. Красиво, кстати, сидишь. Вообще хорошо выглядишь. Хочется сразу спросить, чем могу быть полезен для тебя? Не знаю. Я в этом образом уже давно застыла. Хочется перемен и в том числе с волосами. Я готова немножко пожертвовать длиной. Почему немножко? Для меня длинные волосы это все-таки символ женственности. Хочется вот эту женственность оставлять. Но, тем не менее, я думаю тебе сделать короткую стрижку. Каре? Почему каре? Примерно длины. Ну, как у меня. Жестоко. Безусловно, я не буду говорить, что тебя ждет в финале. Идей уже очень много. И у тебя натуральный волос. Это как минимум несколько лет ты не красилась. Ну, пора. Пора встряхнуться, пора свяжиться. Хорошо. Евгений Жук намерен сделать так, чтобы Лена почувствовала себя королевой. Что Женя задумал, узнаем после того, как с нашей героиней поработает Сердар Камбаров. Привет. Привет. Как вам мой костюм? Красиво. Я понимаю, что в будущем нас ждут еще рукава. Нет. Это законченный вариант. Да. Тогда извини, возможно, не понял. Так вот, Лена у нас уже опытная девушка в отношениях. Она, так сказать, повидала. Больше я не хочу допускать таких ситуаций. Сейчас, спустя время, я действительно начинаю вспоминать, что звоночки были. Вот чтобы наши телезрительницы тоже поняли. Как определить, есть ли у этого мужчины кто-то другой? В первую очередь, телефонные звонки. Обращать внимание, прислушиваться. Кто звонит? Да. Дальше. Время, чтобы в любое время человек был, скажем так, доступен и мог приехать на помощь какую-то. Дальше. Включать видеосвязь и показать, кто вокруг. Да. Скинь локацию. А вот теперь у меня вопрос. Ну, это уже... Нарушение ограничений. Конечно. Ну, конечно, баланс нужен. Это всегда чувствуется как и у девушек, так и у мужчин на таком каком-то энергетическом уровне, когда вот это называется что-то уже не так. Самое главное, чтобы у мужчины, у твоего мужчины не было другой, мне кажется, нужно работать над собой. Чтобы он смотрел только на тебя. Пойдем работать дальше над тобой. Прекрасно. Лен, ну ты знаешь, да, то, что традиционно я даю советы нашим участницам. Сердак, на самом деле я не умею краситься. Максимум, что я могу сделать, это припудрить лицо, нанести румяна. А хочется сделать какой-то акцент, что можно сделать, как выразить лицо. Можно выделять и глаза, и губы, но мне почему-то прям очень хочется показать тебе, как наносить правильно и подбирать помаду. Тренд каждой осени, который никогда не выйдет из моды. Темная, вишневая или помада цвета бургундии. Я такими яркими цветами даже никогда не пользовалась. А максимум, что использую, это бальзам для губ, блеск. Также в этом сезоне будут модные помады коричневого оттенка в стиле 90-х. Обязательно должен быть ровный цвет лица, поэтому я уже нанес себе тон, скорректировал лицо. Нужно обязательно подготовить губы к помаде, то есть сделать скраб для того, чтобы не было никаких шелушинок, иначе приматывать текстуре они очень хорошо подчеркиваются. Глянец всегда добавляет объем, поэтому если вы хотите более объемные губы, то добавляйте прозрачный блеск поверх помады. И для того, чтобы помада продержалась целый день, сверху можно губы слегка припудрить. Помаду выбираем классическим способом. Просто выкручиваем, подносим губами, смотрим, подходит вам этот цвет или не подходит. Важно также подобрать карандаш. Карандаш должен быть тон в тон к цвету помады, либо на тон темнее. Очень важно сделать четкий контур. И начинаем с верхней губы, плавно переходя к уголкам губ. Для того, чтобы помада была более стойкая, можно при помощи карандаша заштриховать губы, а потом уже нанести помаду. Обязательно наносим румяну. Лен, я закончил свою работу и могу тебе показать результат. Держи. Вау, очень эффектно. Очень ярко. Неожиданно. Но хочется улыбаться. Красота. Я думаю, что ты будешь в шоке просто от финального образа. Готова? Да. Шок или какую-то другую эмоцию Лена испытает от финального образа? Узнаем совсем скоро. Боже! Я знала, что я красивая, но я не знала, что настолько. Елена Абдалова полтора года встречалась с мужчиной, который, по ее мнению, гордо мог носить звание «мужчина мечты». Он очень красиво ухаживал, готовились к свадьбе. Но неожиданно открылось, что все время мужчина обманывал. На самом деле у него была другая, с которой они планировали свадьбу. Забавно, что приезжая на свидание к Лене, он переименовывал ее в телефоне в зайку, а возвращаясь домой – Вова на строителя. Лена пришла на проект, чтобы команда экспертов помогла поднять упавшую после предательства самооценку и начать вновь верить мужчинам. Я очень хочу быть счастливой мамой, женой. Удалось ли экспертам сделать из Лены королеву своей жизни? Фантастика. Хочется плакать от неожиданности. Это удивительно. У меня начинают течь слезы. Ребята, спасайте макияж. Не могу. Почему ты так чувствовалась? У тебя такое кардинальное преображение. Ты его не принимаешь? Я настолько переволновалась. Самое яркое изменение и преображение – это все-таки отсутствие длины волос. Женя отрезал волосы. Я почувствовала, что в голове стало легче. К длине я была готова, а вот блонд – я не ожидала блонда вообще. Не в обиду. Но до этого ты была такая с очень красивыми внешними данными, но все-таки обычная девочка. Нет, не серая, обычная. Ну такая, знаешь, девочка с натуральными волосами, такая вот правильная. А сейчас ты прям аристократ. У тебя прям плечи расправились, ключицы худые, красивый вот этот вот овал лица, открытая шея. Спасибо вам большое. Я тебе хочу пожелать, чтобы в жизни ты никогда больше не была второй. Мне кажется, такая девушка точно достойна быть единственной. Мы придумали для тебя такой домашний тренинг. Повернись, пожалуйста, в зеркало. У тебя теперь будет корона. И чтобы ты каждый день вставал перед зеркалом, проговаривала себе слух. Самая красивая, самая умная, самая элегантная, ну и вообще самая любимая и самая желанная. Лина мне подарила корону. Тем самым она мне хотела как-то поддержать и в очередной раз показать мне, что я королева и достойна быть номер один. Мне кажется, она не хватает только цветов и аплодисментов. Спасибо большое. Перезагрузи, не жалей, что было раньше, отпусти. Новая мечта, новая судьба. Это новая ты, это новая ты. Загрузи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова